Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Она находилась в двух километрах от станицы Три десятка лет, копила мусор. В Зеленчукской завершились работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов. Он нес неоценимый вклад в сохранение истории Абазин. В селе Красный Восток увековечили память Кавказоведа, историка Анатолия Днестеровича Генка. Молодежь надо трудоустроить. Министерство по делам молодежи Республики совместно с Управлением службы занятости взялись за это дело. Сегодняшняя дата, Всемирный день домашних животных, призывает всех присоединиться к доброму и важному празднику заботе о братьях наших меньших. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с министром спорта и физической культуры России Олегом Матыцыным. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в развитии физической культуры и спорта в республике. Рашид Тимрезов поблагодарил министра за всестороннюю поддержку и рассказал, что за последние 10 лет в Карачао-Черкесии построено свыше 120 спортобъектов. Вместе с тем уже в декабре в Карачаевске стартуют работы по строительству первого в регионе Ледового дворца. В следующем году откроется новый фок в селе Чапаевском. Начнется также строительство фоков Зеленчукской, Сарытюзи и Учкулани, реконструкция стадиона Саулук в Карачаевске и строительство многофункциональных площадок в Ударном и Даусузе. Кроме того, планируется возвести спортобъекты в Кардоникской, Новой Джигуте, Курджинова, ТРЗ, Эльбургане и Карачаевске. Олег Матыцын в свою очередь выразил готовность оказать поддержку реализации мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры в регионе. В Зеленчукском районе завершились работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов. Более 30 лет она копила в себе мусорные запасы жизнедеятельности станицы Зеленчукской, которая расположилась всего лишь на расстоянии двух километров. О кардинальном преображении огромной мусорной точки в засеянном поле расскажет Фатима Даурова. В 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии была направлена заявка на включение в федеральную программу «Чистая страна» проект на рекультивацию свалки в окрестностях станицы Зеленчукской. Работы начались в марте этого года и завершились с опережением утвержденного графика. Здесь ситуация, конечно, была плачевная, очень много было, небольшая свалка твердых бытовых отходов, работа, конечно, масштабная была проведена, поэтому мы с районом непосредственно уже договорились, чтобы они взяли на особый контроль эту территорию. Безусловно, это очень эффективное мероприятие, потому что оно направлено на предотвращение негативного воздействия на окружающий среду, на атмосферный воздух, на качество жизни граждан, которые проживают на этой территории. Была проделана большая работа по консервации свалки с соблюдением всех технических требований и учетом географического рельефа местности. Чтобы нейтрализовать негативное воздействие отходов на окружающую среду, сформированное тело свалки закрыли изолирующими слоями. Сначала геотекстиль, затем 30-сантиметровый слой песчано-гравийной смеси и 20 сантиметров песка. И все это укрыли геомембраной, которая будет предотвращать попадание влаги. 75 тысяч кубометров отходов оказались под надежным колпаком. Чтобы источных вод не было, чтобы что-то не попадало в реки, именно сделаны для фильтрата специальные трубы с отверстиями. И внизу у нас поставлена бочка на печатку. Если какой-то фильтрат какой-то будет, свалки выходят, это все будет идти только в бочку. И никуда на улицу, в речке никуда она не пойдет. Так что жители Зеленцевского района могут дышать спокойно. Куда девается дефикат, который вы собираетесь? Дефикат это уже есть служба, которая вызывается управлением администрации для того, чтобы ввести за ней контроль. Вот то, что он собрался, этот дефикат, его надо в ассонизационную машину и, соответственно, отвезти или на поля фильтрации, или специально на чистные сооружения, которые эти стоки может очистить и утилизировать. Со стороны балки возвели укрепительное сооружение. Стена из габиона высотой 7 метров и шириной в метр. Она будет препятствовать сползанию массива. А наверху уже вовсю идет биологический процесс. Засеивают поле, которое когда-то было горой мусора. И только местная стая беспризорных собак теперь носится по полю и привыкает к новым запахам. Взамен тем, что их сюда когда-то привлекали. Фатима Дорова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 30 089 человек. Из них 25 973 выздоровели, 530 человек госпитализированы. МЧС информирует в течение суток. 30 ноября и 1 декабря в южных и центральных районах республики ожидается местами очень сильный дождь, мокрый снег. Жители и гостей просят быть осторожными. А сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии дождь с мокрым снегом, местами сильный. В центральных и южных районах очень сильные осадки. Ветер западный 7-12 метров в секунду и порывы будут до 15-20. Температура ночью плюс 2, плюс 7, в горах местами минус 4, плюс 1. В черкесске временами дождь, ветер западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15-20. Температура ночью и днем 4-6 выше нуля. 1 декабря стартует декада приемов граждан в общественных приемных. Подробную информацию можно получить по телефону 20 12 12 20 01 11, а также написать на электронный адрес, который вы видите на своих экранах. Возможность трудоустройства молодежи республики в Министерстве по делу молодежи по Карачао-Черкесии прошло совместное совещание с управлением Государственной службы занятости населения республики, в ходе которого обсуждались вопросы касаемо содействия в трудоустройстве и успешной реализации профессиональной деятельности молодого поколения. Об итогах совещания расскажет Алихан Лепшоков. Нужно создавать все условия, чтобы молодежь Карачао-Черкесии работала. В ходе совещания представителя управления Центра занятости населения республики с министром по делам молодежи региона Ибрагимом Татаркуловым прошло обсуждение комплекса мер поддержки оказания по трудоустройству молодого поколения. По словам Ибрагима Татаркулова, такое тесное взаимодействие позволит создать все необходимые условия для реализации профессиональной деятельности молодежи региона. Следует обратить внимание на то, что итогом данного совещания является проект документа «Комплекс мер по оказанию содействия в трудоустройстве и успешной самореализации молодежи Карачаева-Черкесии». И здесь следует обратить важное внимание на то, что тот проект, который будет разработан, он несет комплексную составляющую с точки зрения реализуемых и планируемых к реализации мер в 2022 году на территории Карачаева-Черкесии. Помимо этого будут организованы образовательные мероприятия, что позволят повысить уровень компетенции молодых людей. Также в 2022 году будет реализован проект главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». Сегодня данная программа успешно работает и получила высокую оценку. Помимо этого будет организовано и проведено ряд образовательных мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции в тех или иных сферах. Здесь речь идет о soft skills, мягких навыках, которые в настоящее время имеют важное значение с точки зрения повышения уровня конкурентоспособности соискателей, с точки зрения их успешного трудоустройства и дальнейшей самореализации, с точки зрения карьерного роста, профессиональной деятельности. Помимо этого будет сформирована площадка для организации и проведения профориентационных мероприятий. Министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Брагим Татаркулов подчеркнул важность проведения профориентационной работы, которая необходима при выборе профессии. Для этого будут созданы специальные площадки совместно с Центром занятости населения республики. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашиды Бориспиевича Темрия Зала совместно с Управлением занятостей государственной службы населения, Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесской республики ведется работа по формированию комплексной платформы, комплекса НЕР, основной задачей которого будет правильная профориентация молодежи Карачаева-Черкесии. И здесь следует уделить отдельное внимание, что будет плотное сотрудничество как раз с Центром занятости населения, со школами, с колледжами в том числе. Все эти мероприятия позволят уже со школьной скамьи сформировать все необходимые навыки для овладения той или иной профессией и стать конкурентоспособным на рынке труда. Алина Ханепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. В Красном Востоке прошло торжественное открытие памятника, посвященное 125-летию со дня рождения выдающегося филолога и этнографа современности Анатолия Генка. Он внес огромный вклад в изучение абазин, абхазов и других народов Кавказа. Альбина Ламкова продолжит тему. Накануне дня торжественного открытия памятника, посвященное 125-летию со дня рождения выдающегося филолога и этнографа современности Анатолия Генка, состоялась международная научная конференция. В ней приняли участие ученые из разных регионов России, Абхазии и Турции. Установление скульптурной композиции в Красном Востоке стало данью уважения, так как Анатолий Нестерович создал фундамент, на котором сегодня стоит этнографическая и филологическая наука о народе Абаза. Этот человек сделал очень многое для того, чтобы мы разговаривали на своем языке, для написания грамматик наших языков, для изучения культур наших народов. Хочу сказать огромное спасибо всему абазинскому народу, всем моим братьям и прежде всего Мусе Хабаревичу Экзекову, который поддержал эту идею и реализовал. Судьба Анатолия Нестеровича сложилась трагически. Безвинно осужденный, он умер в тюрьме в расцвете сил, после чего имя ученого на многие годы было предано забвению. Разрешите меня от умения администрации Воложащейского муниципального района, в зависимости от вас, этот знаменательный день, посвященный открытию памятника Анатолия Нестеровича Генка, человек, который испытал ужасы сталинской репрессии, но оставил след, оставил материалы бесценные. Президент общественной организации Алашара, председатель Высшего совета Всемирного Абхаза-Абадинского конгресса Муса Хабаревичу Экзеков взял на себя и финансирование этого проекта. Он считает, что это все должно стать великой традицией памяти народов Кавказа в честь тех, кто делал все для того, чтобы наши языки, наша культура и наша история были сохранены. Всем, кто участвовал в этом мероприятии, нашим великим ученым, которые вдохновляют на такие шаги, я не считаю это подвигом. Это просто правильный шаг в сторону сохранения и развития всего человеческого, всего того, что нас делает красивым. Повторюсь, это наш язык, это наша культура, это наши традиции, наши истории. Памятник Анатолию Генка изготовил известный скульптор из Санкт-Петербурга Константин Гарпач. Он успешно воссоздал черты ученого, отметив, что Анатолий Генка был человеком, понимавшим значение слова. Анатолию Генка, лингвисту, человеку, который очень неоднократный человек, знающий 30 языков и который понимал значение языка. Я хочу поблагодарить Мусуха Балича Экзекова за его жизненную позицию созидания, потому что каждое им сказанное слово обязательно выражается в реализации этой идеи и этого дела. Альбина Ламкова, Анжела Джебекова, Ислам Урумов. Вести Карчаева, Черкесия. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Эти слова маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзепери стали девизом сегодняшнего дня. Сегодня Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашним человекам-животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Надо сказать, что кошек, собак, кроликов, попугаев и другую живность россияне очень любят. Ежегодно в этот день силами общественных, экологических, образовательных организаций и структур проводится множество мероприятий, круглые столы и семинар на тему заботы о домашних животных. Выставки кошек, собак и других домашних питомцев, конкурсы и викторины, посвященные им. Акции по сбору средств и кормов для животных, обитающих в приютах. И сегодняшняя дата призывает всех присоединиться к этому доброму и важному празднику. Это «Все вести». Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ключ от всех дверей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова